День открытых дверей Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск программы «Детали дня» в студии Даниил Кельдюшевский. Россиян стало на 2 миллиона меньше. Сегодня Росстат опубликовал предварительные итоги переписи населения, проведенной в 2010 году. По статистике получается, что в России живет 142 миллиона 905 тысяч человек. По сравнению с переписью 2002 года, людей в нашей стране стало меньше почти на 1,5%. Конкретно в Свердловской области за 8 лет население уменьшилось почти на 700 тысяч. Жителей становится меньше, потому что смертность превышает рождаемость, пояснил в российской газете директор Росстата. Почти четверть россиян живут в деревнях и селах. Что касается гендерных показателей, то мужчин по итогам переписи оказалось на 7,4% меньше, чем женщин. А вот сколько человек проживает сегодня в Заречном, станет известно только в апреле, сообщили нам в городском отделе статистики. Правда, это будут только предварительные данные. Заслуженные треть века. Любительскому театру лицей присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Эту приятную новость лицеисты узнали накануне Международного дня театра. Свердловской области сообщает вам, что в соответствии с приказом министра культуры Российской Федерации от 20 декабря 2010 года номер 1182 ВН Народному коллективу любительского художественного творчества театру лицей Муниципального учреждения «Кварца культуры ровесник городского округа Заречный» присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Официальное вручение звания состоится 30 марта в Екатеринбурге. Присвоение заслуженного совпало с 30-летием театра. За это время в репертуаре лицея накопилось немало постановок. Лучшие из них актеры вспомнили в свой праздничный день. Отметим также, что постановки нашего театра были отмечены не раз, в том числе и на международном уровне. Так во Франции была удостоена премии режиссерская работа бессменного руководителя театра Людмилы Фокиной. В копилке лицея также три золотые маски. С распростертыми объятиями в Уральском технологическом колледже прошел день открытых дверей. Преподаватели и студенты рассказали абитуриентам о специальностях и перспективах обучения в РТК. О прелести профессии из уст будущих атомщиков и менеджеров в нашем сюжете. В день открытых дверей о семи специальностях колледжа рассказывают не только преподаватели, но и сами студенты. Техники, электрики, механики и программисты. Здесь о каждой профессии можно сложить стихи. У нас здесь есть механики, отличные ребята, в моторах разбираются с рассвета до заката. Автоматчики всегда серьезными разговорами работают на ВС с измерительными приборами. В колледже можно обучиться работе не только с измерительными приборами, но и с автомобильным транспортом и компьютерной техникой. Об этих и других особенностях каждой из профессий абитуриенты могли узнать в отдельных аудиториях. Евгений Шангин в этом году заканчивает 9 класс. На день открытых дверей пришел с конкретной целью – познакомиться с профессией электрика. До этого хотел на информатику, потом передумал. Родители сказали – лучше на электрика, больше потом, на более востребованной профессии в будущем. Еще одна не менее востребованная специальность – атомные электрические станции и установки, отмечает директор УРТК Олег Арефьев. В этом году прием на нее вновь возобновили. Выучившись на техника, студенты смогут без труда устроиться на Белоярскую АЭС. Более 70% работающих на Белоярской атомной станции – наши выпускники. Сейчас наступает Ренестранс с атомной энергетикой. Вот даже мы возьмем за личный, да, но сейчас находится 4-й блок, потом 5-й блок и так далее. На дне открытых дверей подчеркивалось, что каждый выпускник УРТК получает московский диплом филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Более того, закончив программу колледжа, любой желающий может продолжить обучение и получить высшее образование. Об этом абитуриенты могут задуматься уже сейчас, говорит Олег Арефьев. Для того, чтобы стать студентом УРТК, выпускникам школ нужно будет предоставить приемной комиссии результаты экзаменов по математике и русскому языку. Одного года мало. Судебные приставы не успевают взыскивать административные штрафы и предлагают увеличить срок давности до двух лет. Соответствующие поправки в закон уже одобрил Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, сообщает Интерфакс. Каждый год в производстве у Федеральной службы 50 миллионов дел. «Приставы не справляются. Более двух миллионов дел приходится закрывать по истечению срока давности», сообщил руководитель комитета Владимир Пригин. Из-за того, что многие штрафы выписываются на маленькие суммы, их взыскание государству обходится дороже, чем сам штраф. Разрешить эти проблемы призван новый законопроект. Сейчас он направлен на обсуждение Госдумы. Если депутаты одобрят законопроект, то срок давности по штрафам увеличат до двух лет. Наши едут с призами. Накануне завершился фестиваль «Танцевальный перекресток Росатома». Около 50 коллективов состязались в городе Тезке, Заречном Пензенской области. Сразу в двух возрастных категориях боролись за призы и танцоры из хореографического ансамбля «Радуга». Фестиваль длился два дня. Команды выступали в четырех номинациях. Современная классическая хореография, народный и эстрадный танец. В последней номинации демонстрировал мастерство ансамбль «Радуга», где среди немногих конкурентов оказались и танцоры из Заречного Пензенской области. Нашим землякам досталось два призовых места и специальный приз от жюри. Сейчас ребята в поезде возвращаются с фестиваля домой. Нам удалось связаться с ними по телефону. У нас конечно куча эмоций осталось. Мы подружились с фестивалями. Мы с тобой на конкурс взяли четыре номера. Заявились мы на одинаковый эстрадный танец и заняли два призовых места. Лауреат третьей степени возрастной категории 15-18 лет и лауреат второй степени возрастной категории старше 18 лет. Также мы заняли специальный приз от жюри за архитизм. Если в вашей жизни происходило что-то подобное, расскажите об этом нам. Набирайте 7 11 72 или заходите на сайт zartv.ru. Авторы самых интересных сообщений получают подарки. Это все детали на сегодня. Далее блок коммерческой информации и прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok